В читальном зале научной библиотеки Тюменского института культуры открылась новая выставка «Ключ на дренаж». Выставка посвящена 60-летию первого полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина, Дню космонавтики. Человечество стремилось в космос еще давно. Точнее, это было всегда. Во многих легендах, преданиях, мифах мы находим то, что человек пытался узнать. А что такое звезды? И что там за этими звездами? Об этом думали Коперник, об этом думал ученый-изобретатель, художник Леонардо Винчи. И в нашей российской действительности, конечно, есть такие великолепные ученые. Одним из таких ученых был первый ракетостроитель Константин Эдуардович Циолковский. На этой выставке есть дом Циолковского. А сейчас в Калуге новое здание этого музея, музея космонавтики. Последователь и очень гениальный творец, создатель наших космических кораблей Сергей Павлович Королев. Он явился тем человеком, кто создал вокруг себя великолепную команду. Тем самым мы первыми полетели в космос. Здесь вы видите те книги, которые говорят об исследовании космоса, об тех программах, какие есть в нашей космонавтике. 4 октября 1657 года был запущен первый искусственный спутник Земли. Это его фотография из музея космонавтики в Москве. Конечно, мы всегда смотрели на звезды, те созвездия, которые есть там. И многие пытались полететь, просто полететь. Среди наших летчиков были отважные. Но первым, кто все-таки вышел, не вышел, а полетел в космос, был Юрий Алексеевич Гагарин. Это случилось 12 апреля 1961 года. Юрий Гагарин. Из первого набора летчиков, военных летчиков, которые стали потом космонавтами, их было 20 человек. Сначала их было 6, которых отобрали самых-самых надежных, верных, выносливых. Затем их было 3. Затем осталось 2. Гагарин и Титов. И вот наступило 12 апреля 1961 года, когда Юрий Алексеевич, старший лейтенант, поднялся в кабину своего корабля и сказал, поехали. Полет был очень сложным. Прямо в полете ему присваивается звание майора. Полет 108 минут. Это немного, но это веха в истории человечества. Мы стали знать, как себя ведет человек в состоянии невесомости. И мы полетели первыми. Мы передели наших постоянных... В США тоже был отряд, который готовил полеты, но у них не получилось. Получилось у нас. И мы были первыми. Мы были первыми не только в том, что полетел Юрий Алексеевич Гагарин. Мы были первыми и в том, что полетела первая женщина-космонавт. Это Валентина Владимировна Терешкова. На стенде мы видим несколько книг звездного городка. Посвящены они все космонавтам первого набора. Это Николаев, ее супруг. Здесь же мы видим книги, которые для нас очень ценны. Несомненным раритетом является книга 1963 года. «Дорога в космос». Это книга самого Юрия Алексеевича Гагарина. Есть несколько книг, две книги его мамы Анны Тимофеевны, которая написала о нем, и книга его супруги Валентины Ивановны Гагариной. Много после Гагарина, много космонавтов побывало в космосе. Всего, если с 2000 на 2014 год, более 500. Сейчас, конечно, я думаю, это были 600 космонавтов со всех стран. В России некоторые космонавты сумели побывать в космосе не один раз. По два и по три раза. Четыре раза был Джанибеков, Владимир Джанибеков. Мы видим здесь книги Титова. Титов совершил суточный полет. Это был второй полет нашего космонавта. Сергей Рязанский тоже написал книгу о своих полетах. Он четырежды выходил в открытое пространство. Но первым выход в открытый космос совершил Алексей Архипович Леонов. Это был не только космонавт, но и художник. По легенде, Сергей Павлович Королев, когда отпускал его на орбиту, он дал не только техническое задание, но и задание нарисовать то, что он видит в небе. И он это нарисовал. У него прекрасный альбом. У Алексея Архиповича Леонова. На этих страницах мы видим кинофильмы, посты этих фильмов, музыку, посвященную космосу. Конечно, к космосу обращались очень многие люди искусства. «Космос как предчувствие учителя», «Испытание кота». Есть и анимационные фильмы «Не может жить без космоса». Мы не можем жить без космоса. Превосходный фильм. Мы видели его в прошлом году. Композиторы также обращались к теме космоса. Одна из них, конечно, наша несравненная Александра Пахмутова. Ее созвездия Гагарина знают все. Исполнители, которые более всего подходили к этим песням, исполняли их превосходно. Это наш земляк Юрий Гуляев. Стихотворение, которое мы сейчас видим, написано нашим профессором Акуличем. Оно тоже посвящено космосу. И вот еще одна небольшая деталь. Когда были первые полеты, и в Тюмени необходимо было на заводе пластмасс вырабатывать какие-то смолы определенного качества. Лаки и смолы были из Тюмени. И они шли на обработку космических приборов. Таков наш космос, наш тюменский космос. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok